Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, личный позывной радио 3 Павел Леонид Николаев. Здравствуйте, друзья! Сегодня будем делать с вами такую весьма нужную и, с одной стороны, мало кому интересную, но лично мне нужную переделку, опять же, всех схем в транссивере, точнее, коммутации транссивера. Итак, что будем делать? Цифровой интерфейс. Ну, на самом деле, он не только цифровой, но и, в принципе, аудиоинтерфейс. Ну и его, конечно же, необходимо переделать. Вот зачем. У меня гальванической развязки между транссивером и аудиоцепями компьютера нет. Ну и, соответственно, все те ВЧ какие-то наводки, какие, безусловно, в любом случае возникают в транссивере, они также летят и на вход, и на выход звуковой карты компьютера. Ну и, соответственно, получается достаточно хреновая история. Для того, чтобы избавиться, необходимо, безусловно, аудиоцепи развязать. Ну и, само собой, компорт, конечно, тоже необходимо отвязывать, но на данном этапе мы займемся, в первую очередь, развязкой аудиоцепи. Итак, начнем, пожалуй, с простого. На Алиэкспрессе для этих целей было заказано четверо вот таких вот простеньких элементарных парней. Это самый обыкновенный звуковой развязывающий трансформатор. Их где угодно можно найти. Они вот в модемах есть. Я имею в виду в старинных Dialab модемах, но мало кто из зрителей их видел, наверное. Но, тем не менее, вот такие вот ребята. Вот заказаны их четыре штуки. Сейчас я где-то, они у меня были, проверялись. Я тут в один, в один я даже был вынужден, вот они у меня, вынужден был восстанавливать контакт. Вот он у меня тут немножко, этот Капра, как это, Капролон 2N7000. Это я что-то экспериментировал. Войны. Так, 3205, наверное, да? Да, 3205. Что-то я делал. Какую-то коммутацию силовую. Ну вот, значит. В одном был обрыв, я его восстановил. Просто, получается, от ноги обмотка оторвалась. Вот. Ну и макеточка есть, в общем-то, для всех экспериментов. Здесь, конечно же, необходимо еще будет размещать дополнительно оптроны. Оптопары для того, чтобы развязываться также по цепям цифровым, скажем так. Для того, чтобы компорт развязать. Я не знаю, к сожалению, есть там какая-то развязка на плате, как это, на эмуляторе компорта. Ну вот, будем разбираться. Ну, в общем, вот. Заказал 4, хотя на самом деле нужно 2. Ну вот, заказывал с тем расчетом, что более чем вероятен брак. Вот он, этот. Ух ты. Я его хорошо засадил-то, слушайте. Ну вот, они уже засожены, поэтому даже трогать их не хочется. Они практически готовы к работе. В общем, если присмотреться, то его будет хорошо видно. Вот. Вместо пайки. Пришлось вот восстанавливать контакт. Вот оно оно. Ну и, конечно же, скотч назад уже, как он, пропронитовый, капронитовый, по-моему. Как-то так обратно закрепить уже невозможно. Но, тем не менее. Ну и давайте, конечно же, на всякий случай, вот, уже все прям готово. Давайте мы это все дело прозвоним. Убедимся в том, что это трансформаторы один к одному. С одинаковыми обмотками. Для этого воспользуемся самым обычным мультиметром. В общем, необходимо убедиться, что, во-первых, обмотки один к одному. А во-вторых, что обрыва нет. Ну, соответственно, как положено, у обычного трансформатора один вход, один выход. Ну и, соответственно, грубо говоря, плюс-минус. Сначала конец обмотки. Но тут нет плюс-минус. Перемень. Смотрим. Смотрим на мантиметр. И убеждаемся, что у нас здесь должно быть около 90 Ом. 88 или 90, грубо говоря. И второй тоже примерно столько же должно быть. О, 90 или 89. Нормально. Это значит, что количество витков примерно одинаковое. Один к одному. Ну и второй логично. Такой же это все, братья-близнецы, совершеншие с одного конвейера, скорее всего, даже в один день. Это уже добрый. Это просто ял. Что ж такое? О! Ну, где-то 99 Ом. Но это не важно. О, где-то все-таки 93 Ом. Будем запаиваться, будет лучше. Будем запаиваться, будет лучше. То есть просто нога так копчет. 92 Ом. 3 Ом. Будем запаиваться, все будет хорошо. Еще раз на выходе. Еще раз на выходе. Порядочек. Трансформаторы полностью исправны. А, ну это, собственно, тот, который я запаивал. Там пару витков пришлось смотать. Просто для того, чтобы иметь возможность сюда спокойно, так сказать, подпаяться. Ну, все. Очень просто. Будем запаивать. Первое. Трансформаторы мы подготовили. Трансформаторы установлены. Трансформаторы готовы пуститься в дело, так сказать. Что необходимо сделать? Необходимо, конечно же, в первую очередь обратиться к схеме и к разъемам. Вот давайте и посмотрим на схему. На схеме мы видим разъем. В данном случае это аксессуарный разъем номер один. Точно такой же разъем установлен на 718. У меня 707-й AECOM, если кто не помнит. На 718, по-моему, точно такой же. На очень многих кенудах. Ну и вообще на всех стареньких. Наверное, даже на Прохоре примерно такой же разъем. Ну, то есть не примерно такой же, а, скорее всего, точно такой же. Ну, в общем, много где и достаточно популярен. Но есть прикол. Нам необходим разъем ACC1. И у него есть средний штырь. Нам, значит, что нужно. Цифровые интерфейсы работают очень просто. Вход звуковой, выход звуковой. Соответственно, у трансиверов выход соединяется со входом звуковой карты. И наоборот, выход звуковой карты соединяется со входом трансивера. Все очень просто. Ну и, конечно же, у нас мы видим, что для этих целей используются разъемы, не разъемы, штыри 4 и 5. 4 это вход модулятора, условно, микрофон. И штырь 5 это аудиодетектор. То есть это выход звуковой частоты. Ну, AF, аудиофреквенси. Вот. Это выход звуковой частоты. Они фиксированы по уровню и никак не регулируются. Точнее, микрофон-модулятор регулируется на самом трансивере. А вот на ручку громкости, пятая нога разъема, никак не реагирует. По схеме мы, значит, видим, у нас используются только 4 ноги. Соответственно, нам для этого можно использовать только 4 провода. Это, в первую очередь, земля, входной провод, выходной провод. Ну, и, конечно же, это ПТТ. В данном случае это третья нога. Сэнды. Сэнды. Вот и вся любовь. Собственно, 4 проводами можно весь разъем этот и запаять. Вот и все. И все будет работать прекрасно. В общем-то, так оно сейчас и сделано. Но, есть такая штука. Я вам сейчас покажу, как одновременно избавиться от целого вороха проблем. Спасибо большое, R2PU, за то, что показал мне, в общем-то, выход из этой ситуации. Дело в том, что, вот смотрим на картинку, да, и видим, там восьминогий разъем. Ну, можно использовать семиногий. Восьмая нога нам не нужна, восьмой штырёк. Вот. Можно использовать семиногий. Но, опять же, где взять семиногий разъем? А все очень просто. Ну, во-первых, конечно же, идем на Алишку. Ну, всем, кому надо, ссылку вот на этого, вот на этих вот, ребят, я оставлю в описании. Но самое главное, вы понимаете, как он в реальности выглядит, да? То есть, это самый обычный, вот тот самый, вот, советский, грубо говоря, разъем. Ну, на самом деле, какой он советский? Международный ДИН-разъем. В данном случае ДИН-8. Вот. Ну, и, соответственно, вы улавливаете прикол-то? Очень-очень-очень похоже. Ну, вот давайте разбирать транссивер. Запомните его, вот, кладу рядом, чтобы вы, чтобы вы могли, так сказать, оценить масштаб трагедии. Ну, и сейчас я нащупаю. Назади, как говорится. Вот, главный виновник торжества. Это банальнейшая вещь. Где-то тут на задницу прибавил еще резистор на 220 Ом. Вот. Ну, а самое главное, что это вот очень простая и понятная конструкция. Очень легко решается все вопросы с помощью вот этого. Вот это эмулятор Компорта. Подключаем ее из-за и на выходе получаем Компорт. Причем, даже не просто Компорт, по-моему, он даже ЛПТ из него может сделать. Ну, в общем, вот, абсолютно любые игрушки можно на нем городить. Вот, готовые пины, распиновка. Это классическая FT-DE, какая она там, 2032. Нет, не 2. А, ну да, 2232. FT-232. HL или RL. Плохо вижу. Ну, в общем, 232-й чип. То есть, ну, FT-232. Вот, это вот классический Комп-разъем, так сказать. Все. Это мы трогать не будем. Это отдельно, просто в одном корпусе я это все дело поместил. Просто для того, чтобы... А, все, я понял. Куда этот кабель идет? Это кабель ремоут. Это подключается джеком в трансивер, в кабель ремоут непосредственно. Это вот сам весь цифровой интерфейс. Здесь у нас ПТТ. Нет. Вру. ПТТ у нас здесь. Ну, так вот, значит, как это все устроено. Это я сейчас убираю, звуковой интерфейс. Ну, и вот на белом кабеле, вот на этом вот, на белом вот этом кабеле у нас распаяны два. Вот он, первый и второй. Два звуковых джека. Вот он, первый звуковой. Вот он, за него шевелю. И второй звуковой. Вот он. Как несложно догадаться, да, если тут идет, параллельно снимается на усилитель, соответственно, это выход звуковой частоты с трансивера. И смотрим, что это здесь. 5 АР. А, 5 АФ. Вот подписана у меня даже бумажка. 5 АФ. Пятая нога. Выход. Четвертая нога. Вот подписана, опять же, на бумажке. Четвертая нога. Микрофон. Ну, и, опять же, как несложно догадаться, здесь у нас нога 3 СНД ПТТ. Вот оно все. И все эти три, ну, точнее, плюс экран, конечно же. Экран разделен вот этого замечательного советского кабеля, разделен на три части. И он, вот он. И заканчивается он тем же самым советским, советским, пятиштырьковым разъемом. Советским. Дело в том, что, опять же, возвращаемся к схеме и видим, что вторая, третья, четвертая и пятая нога внезапно это как раз и есть наши штыри, которые прямо вот на месте. Они совпадают по крепежу и так далее. Кто-то огородит вот самодельные интерфейсы вот в таких же гнездах. Там выдергивают эти штырьки, новую делают вставку, запаивают там как-то из проволочек, из скрепочек, из чего-то еще. Ну, а здесь, как видите, обычный советский разъем. Я даже не знаю, какого бородатого года. Вот, даже логотип есть какой-то. Может, кто узнает. Вот. Но вот этого чувака, я меняю вот на этого чувака. Как видите, да, разницу? А ее нет. Вот она. Никакой разницы абсолютно. Неиспользуемые выводы мы просто не запаиваем. Ну и как бы все остается дело за малым. Убираем вот эту всю требуху, запаиваем по новой. Ну и, конечно же, добавляем сюда новую платочку. Новую платочку развязки. О, кстати, можно даже развязаться как угодно. Поставить ее как угодно. Можно даже ее винтиками прикрутить ради интереса. Почему бы и нет? Ну и в дальнейшем, конечно же, сюда, вот выход отсюда, вот этого чувачка, мы, конечно же, будем также отвязывать оптопарой. Да, вот я смотрю, здесь оптопар нет. Здесь вот стоит один диодик. А7С, по-моему, это диодик. Или стабилитрон. По-моему, даже стабилитрон. А7С. Перемычки. Килоомные резисторы. Два диодика. Три диодика даже. Светодиодика. Прием, передача, работа. Ну и все. И дальше уже непосредственно сама микросхема просто разведена на соответствующие пины. На заднице у него ничего нет. Все. Очень простая схема, на самом деле. Минимальная схема обвязки. И вот самое смешное, что вот за вот все вот это вот, ну, минус усилитель выкидываем, да. Вот за вот эту вот фитюлечку и за вот эту коммутацию проводов, даже пускай с развязкой, пускай даже с оптопарами, ну, оптопары, ну, что там, они стоят 2 рубля штучка, 10 рублей кучка, просит по 8 тысяч с нашего брата радиолюбителя. Ребят, вы же радиолюбители, ну, ей-богу, вы что, ошалели, что ли, покупать за деньги бешеные? Ну, не знаю, ребят. Ну, вот, всю схему, если хотите, я нарисую, конечно же, сниму отдельное видео про то, как оно все сделано, вот, как эта вся коммутация происходит, как это все работает. Если хотите, если интересно. Буду говорить на примере i-com, но самое смешное, что, в общем-то, это же обычный com-порт, эта система заработает с абсолютно любым трансивером, только, ну, схему коммутации, схему развязки, там, как-то будет по-другому, наверное, у кого-то. Вот, ну, а в моем случае, все, что мы делаем, это просто избавляемся вот от этой старинной советской сопли, меняем на более-менее нормальный новый разъем, китайский. Ну, я даже не знаю, вот эта вещь, наверное, да не наверное, на 100%, она старше меня и прекрасно работает до сих пор, находит в себе применение и живет. А вот это вот, ну, будем городить, будем городить. Началось все с того, что вот этот вот разъемчик, это вот то, что постоянно передергивается, включается, выключается в комп, все-таки комп, да. Началось все вот с того, что вот это хренотень, вот я не знаю, как это показать. В общем, центральный вот этот шпиль, штыречек центральный, вращается и хреновый контакт вот здесь вот с центральной, ну, то есть непосредственно с сигнальным проводом, вот это вот, крайне хреновый контакт, вот он проворачивается, вот этот вот гвоздик, вот вам не видно, вот там он проворачивается, видно, да, теперь? И, соответственно, сильно мандит. Это в корне неверно, это неправильно, это необходимо решать, разъем на свалку. Пружинку только вот от него оставлю, потому что пружинка полезная. И колечко, само собой, колечко я убей, не помню, зачем я брал, ну, это тоже для балунов, но ладно, пофигу. И все, заменяем вот этот провод, заменяем вот этот провод. И вся любовь. В качестве замены был приобретен, ну, это единственное, что удалось найти в моей деревне, удлинитель на полтора метра для наушников за, там, 100 рублей. Вот, отрежем маму, оставим только папу. И жестко запаяемся прямо к трансформатору. Вот, вот, все просто. Ну, и, конечно, перепаиваем гнездо, перепаиваем новый, устанавливаем новый разъем на новый кабель. Вот и все. То есть, вот это и вот это. Заменяем это на это. Все, что требуется сделать, это просто провести вот такую, достаточно простую, можно сказать, даже совсем не хирургическую операцию. Так, а вот здесь бы, да, здесь все-таки надо бы, наверное, разобрать. Тут у нас все, ага, все. Вот, чтобы не потерять это, вот, давайте вот так оставим. Вот, чтобы знать, куда что запаивать. То есть, черно-зеленый, вот, видно, да, остальные откушены. То есть, он... А, вот это вот экранированный, как раз, от блока питания кабель. Черный, зеленый, красный, белый, еще и кран тут был. Что-то такое, как где, такой провод нашел тысячу в свое время, блин. Сразу подготавливаем, откусываем к чертовой матери маму. Чуть-чуть оставим ей. Пригодится мама куда-нибудь, может быть, еще встанет. Ну, и что у нас здесь? Что за кабель-то? Не очень понятно, сейчас посмотрим. Хорошо, у нас есть все цвета. Вот, как раз для пайки очень даже удобно. Плату будем запаивать сразу внутри, поэтому куски проводов должны оставаться вот здесь вот заведенные, пока что вот в эту волшебную коробочку. Все, разъем запаин. Согласно вот так вот распиновке, значит, все как было задумано. Зеленый, это у нас четвертый модулятор, то есть он подключается... Почему зеленый, а не красный? То есть, вроде бы это вход в транссивер, но тут главное, чтобы мне на том конце было понятно, что зеленый, это наушники, это выход звуковой карты. Красный, наоборот. Красный должен подаваться на вход. Ну, черный посередине, это ясно. Ну, и, конечно же, конечно же, третий контакт по схеме, это ПТТ белый. Вот. Вот такой провод я у себя нашел, кранированный, хороший, кстати, вот, алюминиевая оплетка, плюс медная жила одна, вот, то есть для запайки, вот, идет кусочек меди, вот, и плюс еще и вон там, потом увидите, установлено дополнительно, дополнительно установлено ферритовое кольцо, ферритовый чок, как его назвать? ферритовое, ферритовое, ферритовая защелка, в общем, установлена ферритовая защелка на все это дело. Все, закрываем. Прежде чем паять, еще раз напоминаю, обязательно сначала обойму, и теперь закрываем все это дело, устанавливаем, вроде все на месте у нас тут, все красиво, устанавливаем это все дело взады. Готово. Ничего никуда не денется больше. И экран остается на эту часть, так сказать, зажат. на корпус. Все устанавливаем обратно. Все вот красиво оделось, щелкнуло слегка. Слегка отожмем лепесток, чтобы плотнее садился. Все, и где тут у нее так что ли? И обойма плотненько-плотненько должна сюда зайти. Так, вот раз. Все. Разъем собран, надежен, прост и понятен в эксплуатации. Готово. Вторая часть, вторая часть маркезонского балета, вторая часть этого кабеля у меня заведена сюда, в коробочку, в коробочку. Теперь значит, что? черный провод земля, то есть сохраняется все то же самое. Здесь можно подлиннее сейчас немножечко разделать и запаиваемся на плату. Будем запаиваться на плату. Вот сюда вот, тут я прихватил все это дело. Давайте рисовать. у нас есть два трансформатора. Как бы их нарисовать? Давайте вот так что ли отсюда из общей точки как-то нарисую. Значит, у нас есть две первичные обмотки двух трансформаторов. Они должны быть соединены они должны быть соединены с общим проводом с землей, так сказать. И пошли обмоточки. У нас значит обмоточка, обмоточка, обмоточка и вот выход второй, да? Ну и здесь то же самое обмоточка, 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 обмоточка и выход. Давайте их условно назовем ну допустим RX и TX вообще пофигу. Да, RX, TX. Значит, здесь мы оставляем вывод на пайку. Сюда у нас будет заходить провод одного штекера и жила, 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 это важно, жила. Значит, центральный контакт одного джека, а сюда будет заходить центральный контакт второго джека. Второго джека. Это все должно точнее, нет, не так. Это значит, TX у нас что? на передачу, на передачу на сент у нас должен быть модулятор, то есть вот сюда мы припаиваем один, значит, зеленый провод, а, соответственно, сюда мы припаиваем красный провод, это на разъем. Вот, это плюс еще четвертый провод ПТТ, ПТТ, так вам не видно, ладно, не важно. Ну и, соответственно, выход трансформатора, это значит, ТРПР пассатижи, ТРПР пассатижи и поехали. Вот, так, тут у нас сердечник и тут у нас сердечник, значит, ТРЦ, 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 один к одному, вот, ну и здесь они уже соединяться не должны, они соединятся в компе, ну и, соответственно, ТЦ, ТЦ, это давайте нарисуем так, это один штекер, вот, как-то так, условно, и вот это вот ТЦ, ТЦ, на какой-то второй штекер, вот, вот так, вот, то есть, нам сейчас нужно землю одну объединить и запаять, ПТТ, все дела, вот это все, то есть, прям коммутируем провода на месте, а дальше останется только уже разделать по новой, все аудиокабели и запаяться на выход трансформаторов, все, очень трудно, вот вы хрен предположите даже сейчас, который час, хрен вы угадаете, ребята, ну, для радиолюбителей это, в принципе, как бы норма, есть такое дело, когда в 5 утра зимой, когда все нормальные люди спят, ты там на 160 ждешь своего ДХ, включаешь режим, режим адской совы, ДХ, это дело такое, если кто не в курсе, ДХ это редкая дальняя станция, ну, или там, ну, понятно, на 160 это вообще шедевральная связь получается, вам не понять, нет, то есть, как вам, вам, на самом деле, мне достаточно большое количество радиолюбителей, среди подписчиков, и они все прекрасно понимают, о чем я говорю, но я это говорю для тех, в первую очередь, кто вообще не соображает, о чем вообще речь, есть такие диапазоны, которые работают только ночью, а есть такие диапазоны, которые работают только днем, соответственно, связь на них, ну, глупо пытаться установить днем, например, на ночных, и глупо пытаться на, на дневных пытаться работать ночью, хотя, вот, есть нюансы, конечно, есть такие нюансы, и бывает, и двадцатка ночью открыта, бывает, и десятка круглые сутки открыта, бывает, бывает, ребят, как бы кто не верещал, кто-то там что-то не верит, что десятка когда-нибудь еще откроется, ну, так вот, она уже, она в Новый год открыта была, если че, блин, ну, не вытягивать его, что ли, окей, не буду вытягивать, хрен с ним, красный, и так понятно, что он по самую изоляцию сюда залез, все, запаиваем, так, пайемик я отключил, зачем-то балбес, все, сейчас запаиваемся, ну, да, зеленый обратно вытянуть, чего уж тут, вот, по эту сторону баррикад оставить только, даже не так, вот сейчас пока паяльник разогревается, сейчас мы это дело, так сказать, кабель-менеджмент устроим, это, надо было сохранить эти мелкие ножки, там, от всяких резисторов, транзисторов, какие откусываешь, из них очень удобно на макетных платах делать, вот эти вот выводы, всякие разные, да нет, хрен тут, что придумаешь, разве что, только вот с одной стороны сразу прижать, вот с одной стороны сразу прижмем, дальше сейчас залудим и запаяем, все, так, поехали, проканифолим это дело слегка, блин, баночка ломается, ну как так-то, баночка, ну как так-то, ладно, паяльник все равно пока еще не прогрелся, сейчас баночку починим, жалко, хорошую баночку, вот где сейчас такую консерву найдешь, ну блин, я к ней так привязался, мне кажется, даже вы ее полюбили, баночка из-под конфеток, используемая в качестве баночки для канифоля, все как надо, была в группе телеграм, шутейка такая, ааа, он мне сказал, что от меня канифолью воняет, во-первых, дура, не воняет, а пахнет, он сказал, а во-вторых, лучшего канифол, лучшего комплимента, от радиолюбителя, ты уже не дождешься, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе И здесь чуть-чуть намажем. Ой, промазал. Промазал, когда мазал. Во. Оп-оп-оп-оп. Отлично. Так, первым делом землю запаяем, чтобы она у нас не убежала больше. Не землю, а общий провод. Общий провод первым делом запаиваем. Сейчас сюда, вот, чпо. И готово. Запаяли. Даже еще к одному выводу запаял. Вот, это, кстати, полезно. Зачем? А вот теперь можно вывести, точнее, даже не вывести, а на другую... Блин, горячий. На другую сторону. С той стороны, с этого отверстия, забрать ту же землю. Это очень удобно. Раз. Сюда подгибаем. На второй. Оп-оп-оп. На второй трансформатор. Поджали. На второй трансформатор. Чуть-чуть еще канифолюшки сюда. О, прекрасно получилось. Ляпочку сделать. Запаиваем. Вот. И мгновенно все прихватывается. И сразу к нижнему отверстию под ним прицепилось. Сейчас мы еще к этому отверстию ее запаяем. Чтобы у нас и там контакт появился. Вот. Прекрасно. Все. У нас получается сейчас вот под трансформаторами все отверстия, которые идут прямо следом за ним. Четыре отверстия. Они все четыре на земле. Вот эти все. Все четыре отверстия на земле. То есть, я землю, если что, могу брать вот здесь вот. Если мне такое приспичит. Это удобно. Ну и здесь, соответственно, тоже сразу проводульку запаиваем в отверстие. И уже потом на трансформатор. Раз. И готово. А теперь зеленый обратно вытаскиваем. Не хочу я тут больше заморачиваться. С такой протяжкой. Так вот со всем этим делом. Сейчас чуть-чуть его обратно подвынуть. Оп. Перебор. Назад. Оп. Готово. Все. Чуть-чуть добавляем канифоли. Подмазываем. Ой. Сразу схватился. Это потому, что я до этого намазал. Видите, как все очень хорошо получается. И все. И сразу к отверстию запаиваем. И все. Вот они. Ноги. Трансформатор. На это же гнездо запаялся. Ну, красота. Вот чем хорошо макетные платы. Это вот за что мне не нравится. Это вот именно за это. Очень хорошо и красиво все получается. Так. Трансформаторы запаяны. Теперь остается только выход сделать. И запаять обратно интерфейс цифровую часть. Все. Так. Цифровую часть. Цифровую часть. Цифровую часть нам надо припаять землю и ПТТ. Нам нужна только земля и только ПТТ. Знаете, что? Вот на ПТТ у меня есть. Провод. А на землю нет. Поэтому я сейчас поступлю как нормальный радиолюбитель. Ваер в раппинг ваер. Ваер в раппинг ваер. Вот так называется. ПН-Б-30 тысяча. АВГ-24. Это вообще даже 20. Где он тут? Вот он. 26-й калибр. Это что-то там совсем слаботочный кабелек. Но он монтажный. Монтажный. Очень удобная вещь. Ну, давайте в качестве земли возьмем коричневый провод. Он тонкий. Он очень легко паяется. И им вот на таких вот платах самое оно и монтировать все. Вот так вот мы сделаем. Земля. Готово. Берем его чуть-чуть. Освободили с одной стороны. Освободили с другой стороны. Здесь. Он очень тонкий. Вот. Вам его не видно сейчас. Да. Вот сейчас попытаюсь показать. Во. Очень тонкий. Не знаю сколько. 0.15 наверное. Какой там 30 калибр. Это сколько. Напомните мне. Вот этот 30 АВГ. Это сколько. Я не помню. И все. И вот так же элементарно его сразу. Раз туда. В канифоль. И где-то тут кусок припоя у меня осталось. Не оставался. Сейчас. Где-то тут я. Где-то тут у меня был. Шлепок припоя. Ну вот. И все. И сразу залудили. Вот чем он хорош. Вот это вот. Вот все. Видно капелька припоя на нем осталось. Вот. Все. Обалденная вещь. И с той стороны. Потому что это земля. Все-таки его надо. Будет сейчас еще и с цифровым интерфейсом объединять. Вот тоже самое. Прям окунаем в канифоль. И остатками припоя. Не дожал. Маленькая петля получилась. Раз. Во. И остатками припоя. Во. И все. И вот опять. Вот видите. Капелька припоя. Блин. Что такое. И на втором конце капелька припоя. Все отлично. Запаиваем его на землю. Сюда. Вот эту коричневую часть. Ну давайте ее прям куда-нибудь сюда же к проводу примандырим. Простите за мой французский. Ну вот. Не знаю как это еще назвать. Примандырим. Примандырили. Все. Это тоже общий провод готов. Вот так. Общий провод есть. Теперь нам необходимо чего? Нам необходимо цифровой интерфейс спаять с белым. Вот эту часть. Сейчас я немножечко выведу. Кобелечек. Вот. Цифровой интерфейс. Вот этот мы не трогаем. Мы сюда землю. Вот этот мы не трогаем. Запаиваем просто сюда землю. Этот вообще трогать не хочу. В будущем я вот эту колодку. Вот эту колодку я выпаиваю. И запаиваю также на монтажную плату. И вот уже вот этими тонкими проводами. Вот этими. Развожу все как надо. Это правильно будет. А пока ничего не вижу смысла делать. Пусть остается как есть. А хотя кстати. ДТР. Вы знаете. Вот. Вот. ДТР. Можно даже вот так сделать. Мы убираем ДТР. И у нас вот здесь вот есть ДТР. Вот он. Полный дубль этого самого. Этого самого. Так. Все. Сейчас тут проводочку. Подготавливаем. Залуживаем. Цифровой интерфейс. Прямо на него вешаем. Запаиваем. И все готово. Можно тестировать. Остается только звуковые провода припаять на место. Опять же подмазываем это дело. Канифолью. И остатками припоя с паяльника. Медь вон автоматически лудится. Я понимаю, что вам это не видно толком. Но поверьте на слово. А. Ну вы видите. Да. Что оно сразу побелело. Вот заблестело. Здесь не нужен фанатизм. Здесь не нужны тонны припоя. Вот один раз вот капелюшку сделали. И все вот эти монтажные провода. Они готовятся вот именно таким образом. Готово. Все. Развязка выполнена. Можно включать. Такие дела. Все. С вами был Бутылкус. Пока. Шучу конечно. Будем проверять. Само собой. Сейчас еще раз перепроверим все соединения. Чего они у нас были на месте. Включаем трансивер. Цифра. Ключик сейчас еще тоже займусь перепояю. Пока я ничего не убираю. Со стола. Оккульпировал. Ключик сейчас тоже переделаю себе. И тогда уже займусь. Займусь тут порядок наводить. А пока просто проверим. Сейчас я включу видеозапись. И одновременно будем смотреть везде. Ну что друзья. Вот я тут загрузил уже одивчик. Поработал тут немножко. Провел 41 связь. С того момента плюс еще 4 во время теста первого. А потом немножко там еще подшаманивал кое-где. Хреноватенько запаял. Ну в общем все довольно легко и просто получилось. Ну давайте посмотрим в онлайн журнале. Так мои позывные. Редактировать журнал. Давайте посмотрим насколько может быть ухудшилось качество передачи. Может улучшилось. Но тем не менее. Давайте посмотрим в принципе с кем связь удалось провести. Пятнашка США в 16.39 по Москве. Неплохо. Неплохо. Вообще довольно редкая связь. Но тут прохождение отличное. Бразилия в 15 часов по Москве. Как вам? Нормально? На десятке между прочим. Десятка открыта ребят. Вот как видите связи прилично. Ну конечно в основном Европа. Но тем не менее. И кстати в Бразилии. Это с каким рапортом он у меня пролез? О, минус 6. Смотрите. Получше чем иная Россия и Европа кстати. Так что интерфейс работает. Интерфейс полностью удовлетворяет моим ожиданиям. Моим условиям. Моим требованиям. Ну вот. Плюс еще в телеграфии. Тут попутно включился. Надо было срочно включаться. А нет. Это не здесь не то время. Вот. Вот здесь вот. В телеграфии надо было включиться. Сработать. Так что вот. И даже вот какие-то связи уже подтверждены. Такие дела. Интерфейс работает. Интерфейс полностью удовлетворяет моим требованиям. Если хотите будем дальше развивать эту тему. Нужно делать гальваническую развязку. Все таки потряхивает при подключении непосредственно кабеля ремоут и кабеля DIN-8. Ну то есть вот этих штокеров, которые отвечают в том числе и за цифровой сам сигнал. Те, которые реально имеют общую землю с компьютером. Ну логично. Да. Потенциал с компьютера на заземленный транссивер через руку очень хорошо чувствуется. Потом потенциалы очень быстро уравниваются. Но такие дела. Хотя как они могут уравняться? Вот я не знаю, почему меня перестают трясти. Ну ладно, это не важно. Ну и конечно не забывайте заглядывать в группу. Тут обо всяком интересном общаем. Тут одного потроллил. Типа вот парнишка. Тут наш местный тульский. Тоже телеграф выучил. Ну сам рассказывает об этом. Тут просто был вопрос. Типа а как телеграф выучить? Ну вот. Если пацаненку без тренера удалось это выучить. Ну значит не проблема. Ну и конечно обсуждаем всякое разное. Угораем. Тут вон всякие-всякие штуки обсуждаем. Иногда прикалываемся. Иногда просто о чем-то вон разговариваем. Конечно же политика религии. В общем все как в эфире. Политика религия. Чернуха-порнуха запрещены. А в остальном угораем. Заходите, заглядывайте. Ну и конечно не забывайте. Тоже вот такой вам анонс. Знаете вот в качестве публичного бета-теста. Ребят. Загляните пожалуйста в телеграм. И найдите там бота. Вот имя бота. Периодически в группе появляется. Здесь же с бутылочкой кваса. Ну вот. Бутуду бот называется. Поищите его. Поиграйте с ним. Мне интересно такой мини стресс-тест ему устроить. Просто вот. А потянет он или нет. Он умеет много разных штук делать. Ну понятное дело датчики. Это датчики у меня тут на окне стоят. Ну во всяком случае давление в Тульской области можно посмотреть. Можно посмотреть прогноз прохождения. Понятное дело с известного сервиса. Фотография обработанная. И фотография в каком-то в одном из спектров. Какой он там. Там 335 нанометров. Вот. Ну и еще всякое разное. Умеет погоду показывать в вашем городе. Ну и так далее. В общем. В общем поиграйтесь с ботом. Попробуйте там. Помурышьте. Попишите ему чего-нибудь. Никаких данных. Ничего. Тут ничего не сохраняется. Вообще ничего. Это чисто односторонний бот. Вы ему что-то задаете. Какой-то запрос. А он вам что-то там отвечает. Вот и все. Не более того. Ну вот. Вот так вот. Чисто поиграться. Я его написал. Ну что друзья. Спасибо всем за внимание. Собирайте самоделки. И конечно. Действительно. Если вам это интересно. Еще раз. Пишите в комментариях. Я постараюсь полностью схему какую-то выложить. Развести это все. Может быть даже. Как-то в гербероформе. Может быть даже всей толпой. Закажем себе по дешевке. Готовые платы. Вот полностью. Со всей гальванической развязкой. Полностью интерфейса. Кат. Для любого в принципе. Транссивера. Вы видели. Да. Сделано на коленке. Работает как угодно. То есть. Можно подключать абсолютно любой. Абсолютно любой. Транссивер. Весь фокус только в том. Как там. Чего. Куда коммутируется. Из компорта. Вот и все. Так что. Можно сделать универсальный. И платить за него. Ну так. Кроме шуток. В 10 раз меньше. Чем за него. Просят на рынке. Меньше чем на QRZ. В 10 раз. И примерно в 8 раз меньше. Чем за такой же интерфейс. Просят на Алишки. Я не шучу. Реально. Мне этот интерфейс. Вот то что вы видели. Обошелся в 300 рублей. 300. Мать его. Рублей. Ребят. С вами был Бутылкус. Спасибо большое за внимание. И конечно же. Оставайтесь на связи. Всегда можно в телеграме мне написать. В эфире меня можно поймать. Ну и конечно же. Всем удачи. И пока. Регулируется один раз. Кстати радио 3 Павел Леонидчука. Есть кто? Вот так вот начнешь видео записывать. Да кто-то мимо пробегал. Только начал видео записывать. Привет Денис. А привет Алексей. R3 PLN здесь R3 PLQ. Какое ты там видео записываешь? Про цифровой интерфейс для трансиверов. А понятно. Все ясно ясно. Ты для канала или так? Ну конечно для канала. Но вообще и для себя тоже. Сделать то надо. Понятно. А то я сегодня этот. В 80 записывал. Как там хохлы ругались. Чисто для себя. О ну это нормально. Как они кабанчика резали. Кто у кого же. И жинку увел. Ну там нет. Там про политику. А ну их нахрен. Это не интересно. Не ходи на 80 если жить хочешь нормально. Понятно. Так они на 40 бывает. Там у них эта вещалка на 7,55 вообще по-моему у вас лучше работает. Ну да. Их там две. А вторая нашего такого же дебила. Один на 55, второй на 50. А ты вот друг дружку давай. Кто кого переорет. Да-да-да-да. Люди развлекаются под старость лет. Да с ума сходят. Да не под старость. Понимаешь проблема то в чем. Там дураки нам ровесники к сожалению. Ладно. Пойду дальше видео записывать. Давай-давай. Я попозже чуть-чуть подойду конечно. Давай еще, может кто еще подключится. Вот так начнешь видео записывать. Обязательно кто-нибудь влезет.